Слово Божье Или на кофейном столике И мы открываем его раз в месяц Когда к нам приходят какие-то проблемы Знаете, я не очень люблю эту поговорку Как тревога, так до Бога Это плохая поговорка Потому что к Богу мы должны обращаться каждый день И вчера мы закончили говорить о том Что в послании к Римлян написано и так вера отслышания Послание к Римлян, 10 глава, 17 стих Будет, кстати, очень хорошо Если сегодня вы возьмете конспект, ручку И будете записывать то, о чем мы с вами говорим Очень важно, чтобы эта Божья информация Которая приходит к нам из Слова Божьего Осталась у нас зафиксированной на бумаге Она вам поможет Позже вы будете обращаться к ней И говорить, так, что же мы изучали? О, я уже не помню Но если у вас есть конспект Вы всегда можете открыть его И обратиться к нему И это поможет вам увидеть те мысли Которые Бог дал вам Чтобы вы их записали Итак, мы остановились на послании к Римлян 10 главе, 17 стихе Там сказано Вера приходит от слышания А слышание от Слова Божьего И мы с вами говорили это таким образом Мне нравится, как это сказал один проповедник Вера приходит от слышания И слышание, и слышание, и слышание, и слышание, и слышание Какое слышание нужно нам, как верующим людям? Здесь конкретно написано Вера приходит от слышания А слышание от Слова Божьего И сейчас давайте разберем Что значит вот эта фраза Слова Божье Для тех из вас, кто не знает Я хочу вам сказать, что Новый Завет Был написан на греческом языке Греческий язык был очень популярным языком того времени И очень, знаете, широко используем в разных регионах и странах того времени Фактически может быть, как сегодня, английский язык И апостолы, которых Бог использовал В том, чтобы записать Новый Завет, послание Они писали его на греческом языке И в греческом языке есть разные значения слов И когда мы берем это слово, которое здесь описано как Слово Божье У этого слова есть два значения Есть логос и есть рема То есть можно перевести как так, так и так И в греческом видно, какое слово использовано Например, когда мы читаем В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог Помните, да? В начале было слово, то там написано В начале было логос Логос – это Слово Божие, которое Бог дал нам с вами Слово Божие, которое записано здесь на бумаге Слово Божие, которое Бог утвердил на небесах Оно для всех Абсолютно для всех Общее Слово Божье, которое Бог дал нам с вами Но также есть такое понятие, как рема Что же такое рема? Например, вы читаете эту Библию И вдруг в какой-то момент какой-то из стихов в Библии Обращается как будто прямо к вам И вы видите себя, что это к вам относится И вы видите себя в этом стихе Например, вы много раз читали Местописание, которое говорит о том, что ранами его вы исцелились И вы читали его, и читали его, и читали, и читали И вам казалось, что, ну, как-то оно не имеет в себе силы Но если вы будете продолжать слышать это слово И слышать его, и слышать его, и слышать его И обращаться к нему, и хранить его перед своими глазами Как говорит Библия Вкладывать его в свои уста Провозглашать его Хранить его внутри своего сердца К вам придет откровение Что вы исцелены ранами Иисуса И вы скажете, о, я вижу, что в Библии написано Что я исцелен ранами Иисуса И кто-то скажет Так мы все давно уже читаем это местописание Мы уже все давно это знаем Ну да, это логос для всех Но когда это слово проговорило прямо к вам И вдруг вы увидели, что ранами Иисуса вы исцелились Тогда это слово логос, оно стало рема Обращенное лично к вам И знаете, когда именно таким образом Слово Божье приходит к вам рема Тогда приходит вера Вера приходит от слышания А слышание от рема Вот почему так важно постоянно Обращаться к Библии, читать ее, слышать Постоянно пребывать в проповеди Слова Божьего Вы помните, как написано, что ученики Первые ученики, они ежедневно пребывали В учении апостолов А учение апостолов было учением Иисуса Христа И они были ответственны, чтобы передать в точности То, чему Иисус учил своих учеников И они пребывали ежедневно в учении апостолов И в преломлении хлеба Ежедневно Знаете, когда вы ежедневно пребываете в учении Божьем Когда вы ежедневно обращаете свое внимание, чтобы уделить какое-то время для изучения Слова Божьего, чтобы почитать его, чтобы поразмышлять о нем. Когда вы уделяете ежедневно время, чтобы послушать проповеди, наполненные Словом Божьим. Я не говорю о всех проповедях, но, к сожалению, некоторые проповеди не наполнены Словом Божьим. Поэтому обращайте особое внимание, чтобы проповеди, они были наполнены Словом Божьим, они были утверждены на Слове Божьем. чтобы проповедовалось именно Слово Божье, не просто человеческие традиции, не просто какие-то умозаключения, которые не имеют ничего общего со Словом Божьим, но именно Слово Божье. Вы видите, я вам проповедую на основании Слова Божьего, я говорю вам то, что сказано в Библии, и Бог помазал мне, чтобы донести до вас это Слово, чтобы проповедовать это Слово, чтобы учить этому Слову. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Мы с вами разобрали, что есть Слово Божье, которое переводится как «логос» греческого, и Слово Божие, как Рэма. Итак, отчего же все-таки приходит вера? Мы тоже с вами уже поговорили, что вера приходит от Рэма. И знаете, я слышал такое мнение, когда люди говорили, что мы не можем просто читать Библию и ожидать, что Бог даст нам Рэма. Нам просто нужно сидеть и ждать, когда же Бог наконец-то, наверное, сбросит с неба на нас это слово, вернее, сбросит с неба для нас Рэма. Но я лично верю в то, что вы можете читать Логос постоянно. Постоянно. Вы можете прочитать одно местописание, может быть, сто раз, вы уже его знали. И на сто первый раз вы обязательно получите откровение. Но это не обязательно сто первый раз. Я не хочу, чтобы вы считали именно сто раз. Но я имею в виду, что вы можете много раз обращаться к Логосу, но в один момент вы получите Рэма. И когда вы услышите это Слово Божие внутри себя, когда вы получите откровение этого Слова, у вас эта вера активизируется и поднимется. Вера приходит от слышания и слышания от Слова Божьего. Скажите, мне немножко сложно это понять. Кто-то скажет, для меня это слишком просто. Но давайте просто посмотрим тогда на духовную силу под названием вера с обратной стороны. Помните, мы с вами говорили, что Адам и Ева согрешили, и то, что раньше в них было верой, то, что раньше в них было любовью, извратилось, потому что природа Божья покинула человека, человек пустил грех, и природа Божья не может быть в одной компании с грехом. Слава Богу за кровь Иисуса, что кровь Иисуса удалила грех, и природа Божья вернулась в нас, когда мы уверовали в Иисуса Христа, когда мы приняли Его Господом и Спасителем. Если вы еще не приняли Иисуса Господом и Спасителем, я не то что, знаете, рекомендую вам, это жизненно важно. Вы можете сказать вместе со мной сейчас, Отец Небесный, я прихожу к Тебе такой, какой я есть. Я прошу Тебя, прости мне мои грехи, прости мне тот грех, что я не верил в Тебя, прости мне, что я отвергал Иисуса Христа. Я верю, что Твой Сын Иисус умер на кресте и воскрес на третий день. Он умер на кресте за мои грехи. Иисус, я верю, что Ты Господь и Спаситель. Войди в мою жизнь. Я отдаю свою жизнь в Твои руки. Ты мой Господь. Ты мой Спаситель. Я принял Тебя сегодня Господом и Спасителем. И я благодарю и славлю Тебя, что с этого момента жизнь вечная вошла в меня. С этого момента я рожден свыше. Все. Кровь Иисуса Христа, как говорит Библия, уничтожила этот старый греховный дух. Кровь Иисуса Христа уничтожила этот грех. И теперь природа Божья, если вы молились искренне от всего сердца, этой молитвой вошла внутрь вас. Но когда Адам и Ева согрешили, природа Божья покинула их, внутреннего человека, и в них вошла природа дьявола. И, как я уже сказал, все, что в них было, все эти духовные силы, которые Бог вложил в человека, извратились. Вера стала страхом, любовь стала ненавистью, доверие стало недоверием, подозрительностью. Желание добра, когда вы видите, как какому-то человеку очень хорошо, и Божье качество – это сорадоваться этому добру, оно было извращено, и оно было превращено в зависть. Зависть – это очень, очень, очень плохое чувство. И зависть, она разрушит вас. Зависть разрушит ваше духовное состояние, зависть разрушит вашу душу. Это как раковый опухоль для вашей души. И зависть принесет болезни в ваше тело. Это доказано даже врачами, которые исследуют эти вопросы. Но смотрите, страх, если мы говорим, что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего, значит, мы можем сделать точно такое же заявление. Извращенная вера, то есть страх, она тоже приходит от слышания. И, возможно, вы сто раз уже слышали какие-то страшные новости, и вы слышали их, и слышали, и слышали, и думали, ну, меня это не касается. Но когда вы постоянно слышите, в один определенный момент, это страшная, знаете, какая-то новость, заявление, или какой-то просто не очень такой позитивная какая-то новость, кризис, все плохо, все ужасно, в какой-то момент вы можете достичь этой точки, где для вас это станет, в кавычках, откровением. И от этой новости к вам вдруг приходит страх. Страх. И страх, как мы с вами говорили, вера осуществляет ожидаемое, то есть вера — это духовная сила, которая осуществляет то, что вы хотите, чтобы произошло в вашей жизни, то, что вы хотите на основании Слова Божьего, от рема Слова Божьего, чтобы произошло в вашей жизни. Страх будет осуществлять то, что вы не хотите, чтобы произошло в вашей жизни. Вы знаете, в Ветхом Завете есть такая очень интересная фигура, которой посвящена целая книга. Это человек по имени Иов. Иов сказал очень четкую фразу. Конечно, эта фраза отображала его внутреннее состояние. И Иов жил тогда, когда еще не было доступно искупления через жертву Иисуса Христа. Иов жил в определенных обстоятельствах. Но он сказал такую фразу. «То, чего я боялся, то меня и постигло». Задумайтесь об этой фразе. «То, чего я боялся, то меня и постигло». С другой стороны, то, во что я верю на основании Слова Божьего, то и проявится в моей жизни. Это духовный закон. И когда мы говорим о законах, мы должны с вами понимать, что закон — это то, что работает всегда. Знаете, есть определенные физические законы, но, как мы с вами говорили, что есть духовный мир, который, возможно, мы не видим, но мы все в нем существуем, потому что наш духовный человек, он как раз-таки живет в этом духовном мире. Я не знаю, как вы раньше воспринимали этот мир, параллельный мир, невидимый мир, но Библия говорит о невидимом мире, о духовном мире. И есть определенные законы, которые есть в этом видимом физическом мире, например, закон гравитации. Смотрите, если я сейчас бросил Библию, она не полетела вверх. Почему? Потому что есть закон притяжения, и благодаря этому закону, знаете, мы не отрываемся от земли. Знаете, это было бы очень странно, если бы человек выходил из подъезда и переставал работать этот закон, и вдруг он полетел вверх. Нет, слава Богу, что есть этот закон, закон гравитации. И слава Богу, что вообще есть законы, которые управляют этой вселенной. Мы должны понимать, что тот, кто сотворил физические законы, то есть Бог, он сотворил и духовные законы. И знаете, Библия говорит о том, что вера – это закон. Невозможно делать такие заявления, которые противоречат Слову Божьему. Какие заявления? Вера не работает. Я пробовал. Да, вера пришла от слышания, от Слова Божьего, но я попробовал это, и ничего не произошло. Знаете, всегда будьте на стороне Божьей. Если что-то не произошло, если вы начали с чем-то сталкиваться, если вы противостояли вере каким-то симптомам, если вы пытались выбраться из каких-то проблем, веря Слову Божьему, и, к сожалению, не увидели ответа, как Слово Божье обещало, это не Слово Божье виноваты. И не Бог виноват. В Библии сказано, что Бог не человек, чтобы ему лгать. Если что-то не произошло, то это не по вине Бога. Есть много разных причин, и, знаете, о них можно говорить много, и я не могу знать всех причин. Я верю, что когда вы общаетесь с Богом, когда вы изучаете Слово, когда вы молитесь, Дух Святой может открывать вам эти причины. Дух Святой будет высвечивать те моменты, которые, может быть, помешали или воспрепятствовали Слову Божьему проявиться. Может быть, те моменты, которые блокировали вашу веру. Знаете, одним из таких действительно негативных моментов для вашей веры это непрощение. Непрощение остановит веру. Вы можете верить, и верить, и верить, и верить, но непрощение остановит вашу веру. Когда вы говорите, я ненавижу этого человека, я никогда его не прощу. Все. Духовная сила, которая осуществляет Слово Божье, она блокирована, и она не действует в вашей жизни. Я немного забегаю сейчас вперед. Я верю, что мы поговорим об этом на следующих передачах. Но сейчас давайте вернемся к той мысли, которую я начал. Вера – это духовный закон. Давайте откроем третье послание, ой, откроем третью главу послания к римлянам и прочитаем 27 стих. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. И когда вы читаете этот стих, вы должны понимать, что раньше оправдание люди могли заслужить только через дела закона. Бог дал через Моисея закон для народа израильского, и они должны были делать определенные дела, и через эти вот дела они получали оправдание. Но эти дела не уничтожали грех. Эти дела закона не приводили их ко спасению. через это, через дела закона, через жертвы Ветхого Завета грех всего лишь покрывался кровью животных. Но когда пришел Иисус и пролил свою кровь, его кровь уничтожила грехи навсегда. Если вы приняли Иисуса, кровь Христа уничтожила этот грех отвержения Бога, эту пропасть между вами Богом навсегда. И, знаете, когда Павел писал это послание, то, к сожалению, люди не сразу перестроились на то, что есть закон веры. Он говорил, смотрите, где то, чем бы хвалиться уничтожено? Каким законом? Законом дел? То есть, человек говорит, я сделал столько много дел по согласно закону Моисея, или же я сделал столько хороших дел. Я должен быть спасен. Бог точно меня должен заметить. Бог точно должен заприметить меня. Нет, но мы оправдываемся и получаем спасение только через веру. Вы услышали Слово Божие, что Иисус умер и воскрес, и Он может простить любой грех. Он может простить любого человека, который от всего сердца искренне обратится к нему. И вы ничего не можете сделать, чтобы заслужить спасение, но вы можете только принять его. Спасение это дар, это подарок. Знаете, когда кто-то дарит мне подарок, я не достаю кошелек и не говорю, сколько я вам должен? Знаете, это может обидеть того человека. Вообще не нужно обижаться, но, знаете, это будет не очень хорошим таким поступком, это будет не очень хорошими манерами. Если мне кто-то дает подарок, я должен принять его. И Бог предложил спасение нам как дар. И его возможно принять только через веру. То есть вы берете и вера она принимает. Как вы приняли Иисуса? Мы с вами молились и мы говорили, Иисус, я верю, что ты умер за мои грехи. Иисус, я приглашаю тебя. Я прошу тебя простить мою грех. Я верю, что ты Господь, что ты воскрес на третий день. Я приглашаю тебя. Стань моим Господом и стань моим Спасителем. Вот таким образом верой вы приняли то, что Бог уже дал вам. Бог дал спасение каждому человеку. Он предложил спасение. Если быть более точным, Он предложил спасение каждому человеку. Конечно, к сожалению, есть люди, которые знают, что спасение предложено им Богом, но они отвергают его. И без Иисуса, без спасения, которое приобрел и нас Иисус дорогой ценой, ценой своей жизни, ценой своей крови, люди идут в ад. Они не должны там быть. Это не место для людей, это место для дьявола. Но дьявол настолько обманывает людей, он настолько пытается держать их в своей лжи, что они отвергают этот бесплатный дар спасения, который Бог предназначил для нас с вами. И они держатся за грех, они держатся за ложь дьявола, они держатся за эту духовную смерть и, к сожалению, попадают в ад. Хорошо. Я верю, что если вы смотрите эту передачу, Слово Божие касается вас. И если все же вы еще не приняли Иисуса как Господа и Спасителя, сегодня хороший день. Обратитесь к Нему, поверьте в Него, примите то, что Он умер и воскрес на третий день, пригласите стать Его Господом и Спасителем, исповедуйте свой грех, что вы не верили в Него, и вы будете наполнены природой Божией, ваш Дух родится заново, и вы будете жить вечно с Ним на небесах. Но давайте вернемся к нашему изучению. Итак, уничтожено, я читаю послание к римлянам, третью главу, двадцать седьмой стих. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. И Библия очень четко и ясно говорит нам, что есть духовный закон под названием вера. То есть если вы делаете что-то согласно закону, значит это всегда происходит. Как я вам уже говорил, закон гравитации, да? Мы притягиваемся к земле, есть закон притяжения. Я бросаю свою Библию, и я очень рад, что есть закон гравитации, есть закон притяжения, что Библия не летит вверх. И также есть закон веры. Я очень рад, что когда мы выбираем верить Слову Божьему, слыша его, получая откровение о нем, когда мы принимаем его и говорим, Господь, это Твое Слово, оно открылось мне как Рема, во мне поднялась вера, я верю и принимаю Твое Слово, то вера, она берет и переносит Слово Божье, которое было открыто вам как Рема, и материализует его в вашей жизни, в этих физических обстоятельствах, здесь и сейчас. Я абсолютно уверен, что Бог предназначил нам быть исцеленными, если вы посреди всех своих симптомов чувствуете, что вам так плохо, так ужасно, что я не хочу преуменьшить ваши заболевания, возможно, знаете, кто-то думает сейчас о простуде, о гриппе или о каких-то других вещах, но кто-то сталкивается с неизлечимой болезнью. Я не преуменьшаю ваших симптомов, но я хочу вам сказать, что если только вы ухватитесь за откровение Слова Божьего, которое говорит, что Иисус взял на себя наши немощи и болезни, и Он через свою жертву, через свои раны, Он приобрел для нас исцеление. И когда мы видим это глазами откровение, может быть, мы читали это сто раз или двести раз, и вдруг нас осенило, и мы сказали, Господь, я же вижу, что Ты взял на себя мои немощи и болезни, чтобы дать мне здоровье. И в этот самый момент вы говорите, Господь, я верю, что ранами Иисуса я исцелился. Все, вера пришла. И когда вы применяете веру, духовную силу, она сразу переходит к осуществлению или, можно сказать, даже к проявлению этого слова. К какому проявлению? То, что исцеление начнет проявляться в вашем физическом теле. Это потрясающие новости. Вот почему в Библии сказано, что всякий рожден от Бога побеждает мир. Мне очень нравится это местописание. С чем бы вы ни столкнулись в этой жизни? Духовная сила под названием вера. Духовный закон, вера в Бога, вера Его Слову может преодолеть любую проблему в вашей жизни. Если только вы выберете изучать это слово. Если только вы сделаете этот выбор слышать это слово. Если только вы примете это откровение. Если только вы скажете, Господь, я верю этому Слову, я принимаю. И вера будет осуществлять ожидаемое. Ожидаемое. Что мы должны ожидать в нашей жизни? Я абсолютно уверен, что мы должны ожидать, что в нашей жизни будет происходить то, что Бог сказал о нас в своем Слове. Вы знаете, в Библии тысячи обетований. И в Новом Завете написано, что все обетования, вы можете читать Ветхий Завет и говорите, но это относилось к тому человеку, это относилось к той группе людей. Но в Новом Завете сказано, что все обетования в нем, то есть в Иисусе Христе, да и аминь. Вы читаете какое-то хорошее обетование в Ветхом Завете и потом думаете, о нет, это же Ветхий Завет, это же не для меня. Но все Писание, как сказано в Библии, оно Бога вдохновенно, то есть Дух Святой вдохнул свою жизнь в каждое слово, которое Он дал нам здесь в Библии. И вера, духовный закон, она обязательно проявит то, что Бог обещал. Все обетования Божьи во Христе Иисусе, да и аминь. И так замечательно, что у нас сегодня с вами есть то, на чем мы можем основывать свою веру. Знаете, я не рекомендую вам верить во все подряд. Я ободряю вас верить лишь только то, что сказано в этой книге. И знаете, конечно, в Библии мы можем читать различные истории, там могут быть какие-то, знаете, исторические периоды, которые написаны для нас с вами, для того, чтобы мы могли получить действительно какой-то урок или же научиться чему-либо. Конечно, я не говорю о каждом, знаете, каждой там запятой или каждом слове, но я говорю об обетованиях. У Бога есть тысячи обетований в этой книге, которую Он хочет, чтобы мы с вами читали, получали откровение об этом, которую Он хочет, чтобы мы с вами принимали верой. И вера, она будет осуществлять ожидаемое. Мы ожидаем лишь только то, что обещает нам Бог в своем слове. Если у вас другие ожидания, измените их, проводите время в Слове Божьем, проводите время в общении с Богом. И Слово Божье, оно обновит ваше мышление, оно преобразует ваши желания и ваши ожидания. И тогда вы действительно будете говорить, Господь, я ожидаю, что то, что говорит Твое Слово, оно исполняется в моей жизни. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Хорошо. Мне понравилось то, о чем мы поговорили сегодня. Мы поговорили опять о том, как же приходит вера. Вера приходит от слышания Слова Божьего. И также мы коснулись того момента, что вера – это закон. Закон – это то, что работает всегда. Невозможно что-то делать, чтобы оно не сработало, если есть определенный закон. И если Библия говорит, что вера – это закон, то даже если вы терпели поражение в каких-то попытках верить Богу и Его Слово, не расстраивайтесь, продолжайте изменяться в присутствии Божьем, продолжайте читать Слово, продолжайте обновлять свое мышление. И я верю в то, что вы действительно сможете в один момент ухватиться за это Слово Божьей верой и увидеть, как вера осуществляет то, что Бог сказал в вашу жизнь через свое Слово. Это замечательно, это здорово. Я очень рад тому, что вы слышите сейчас это Слово. Хорошо. Наша передача подошла к концу. Я просто хочу благословить вас. Господь благослови каждого человека обильно, когда он изучает это Слово и обращается к Нему. Во имя Иисуса Христа. Аминь.